так ребят я буду у вас через 90 секунд задержка выставлена кстати призовой от яндека 3000 рублей он уже подтвержден вот так тесла сантил нет когда долги будут закрыта она уже фактически будет останется только мне вебку взять ну что начинается игра блай против тиран века как я и обещал до нового года у нас будет еще starcraft игра начинается уже очень резко мы шоу-матч запилили сеточку готова сделали на двух человек сетку мы здесь ну что же прикольно было и против тиран века подтверждили они свою часть и спайк dd спасибо за поддержку тебе нашего шоу матча просто невероятный респект игрокам очень приятно что к их матчу естественно такой интерес сразу же то есть на призовой увеличился просто так про звук не парьтесь он у меня просто вырублен звук я возвращаю поехали этого 7 нас ждет как минимум четыре крутых игры тиран века против блая задержку выставили кстати если проконтрольте там на ревчика стриме если у него 90 секунд задержка то знаю я реву мне он сейчас не должен конечно так делать вот а то захочет как-нибудь там зачизить меня ребята не конец все нормально все должно начаться еще только самое начало спасибо тесворд за армию пик скадывайте и гудгейм привет я не беру реву зрителей рева стримит сам он меня попросил мне не жалко зачем я буду обрубать реву что я блин обиженный что ли какой-то ну ладно не участвует рева сам пусть постримит отказался так отказался блату готовить ли оля долл я не знаю ребят но я думаю что будет интересно опенинг через риберов идет у тиран века была стандартная хата пугас всем за поддержку большое спасибо ребят вы можете меня поддерживать естественно мой канал сами знаете как от блоки отключенные премиума и по реквизитам или через плеер поддержка очень серьезное последнее время было так луга кланового тиран века да сейчас заценим тиран века сильно с юмором тиран века подошел к своему логотипу ну что рипер прилетел вла его отгоняет пытается как-то ну вот посмотрите что у вла здесь творится очень подозрительная такая тема кажется вла и собирается нидусом законтрить тиран вековский билд против риперов это может быть сильно так зик ты пропустил я уже много раз говорил яндек дает 3000 рублей на призовой ну там чуть больше 10 процентов он готов добавить чтобы это все было через гигаплеер сделано спокойно абсолютно ну что харасси здесь тиран век ублая маслинги ублая лэйр причем если это будет лэр это лэр даже без роущи будет это просто элементарный лэр линга королевы будет риперы улетают один не смог уйти минус рипер ссэшка строю с у тиран века будет а будет ли это вообще нидус от ба я вижу роуч ворон да это будет нидус судя по всему как-то так так непонятно что тиран век делает пытается взрывать блая блая уходит наверх уже нидус пошел дал лэр готов нидус правда не сразу по кд был запилен сейчас так почему а грейдов нету просто значит да я чуть не понял а куда боевые то лимиты у нас пропали вообще ну что риперами прохарасил юнитов у тиран века просто нет у него только риперов смотрите насколько нидус эффективен получается против этого билда халявного ну что же тут может быть 1-0 быстро со стороны блая кстати говоря и риперов еще блая тут подловил бить как же он их подловил они все ушли на каких-то красных хп ушли в мертвую зону нидус пошел тиран век просто не видит его и он никак не на него не повлияет тут только ксм случайно на переходе сейчас палят тиран век обнаруживает нужно ксм их вводить нужно все выводить сюда риперы улетают домой но тут никаких стимпаках и о вообще каком-то значительном количестве юнитов даже речи не идет поэтому будет сделать что-то очень тяжелое еще линги сюда дотекает а депошки не закрыты так что ой-ой-ой и риперы сюда идут успеть тиран век нет реакция нет реакции на лингов депошки не закрыл в итоге они врываются и блая тут ну очень много юнитов взрывает своих же рабочих тиран век печаль беда дпс недостаточно мародеров нет против роу счет 1 только вышел это 1-0 точно скорее всего так призовой оба кэш получит что очень жесткий прессинг идет сейчас 277 покидает тиран век игру что очень жесткий прессинге а что это что 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 вы вы Пользователь Лосмиле активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Лосмайл. Так, не то я создаю. Продолжение следует. Поехали. Вторая игра у нас начинается, ребят. Продолжение следует. Ну что, 1.0 в лачек ведёт. Ну, не смотреть, он хочет постримить просто. Спасибо, Серж Джедмон. Ребят, прям сверхактивность в поддержке призового фонда. Ну, и меня не забывайте тоже поддерживать, конечно. Опа, на, посмотрите, что творит наш Блай. Это же просто, это всё, всё то, что он любит, что называется. Короче, всё замечательно Блай делая. Ребят. Ребят. Субтитры сделал Dima. Субтитры сделал Dima. так ребят ну что события развиваются дальше отвлекся немножечко руч урон как-то не по таймингу ублая пошел руч ворон я не знаю в тык ли это или что рипер летит вперед королева строится сейчас поймет что-то наверняка тиран вик что происходит успеет ли он от отреагировать как то вот это хороший вопрос и гасю тиран века поэма какой угла я поэм а тиран вик спалил чем-то случайно рипером то ли чем-то еще бункеры на хай граунде бункер в единственном числе пошел и королева криптумор влай не стал ставить все это верное решение потому что он был бы сразу уничтожен блай ставит заново криптумор нужно не дать его фокуснуть три руча запилены они будут реводжерами естественно так криптумор отменить тиран вик у не получилось то очень важный момент бункер это конечно хорошо на танке лаба но успеет ли тиран вик бункер вычините хорошего и момент вопрос хороший я не знаю что за дыха видимо какую-то команду нашел тиран вик это меня конечно же радует но если да то я не знаю что это за команда дпошки блайт блайт тут хараси тиран вик у проходит на муви на хай граунд сейчас еще раз по дпошки залпы пошли по бункеру дпошки живут танк пока нету и не будет марики вынужден вылезти блай блай кто-то слишком далеко до лес посмотрите уж не раз не далековато ли блай зашел то сейчас с ксм коми тиран вик конечно может здесь отбиться и достаточно легко он может ну как легко не очень-то легко барабам проседает тиран но у блай это напомню вам одна база у тирана 2 и 2 ццшки здесь очень много криптуморов рядом так что даже стенку заново не сделать есть марики убьют сейчас овера и можно будет уйти хотя у троучи выходит и блай начинает догонять участникам ошибка может и ошибка по участникам не знаю ну что минус ручи кажется кажется блай блайовская заготовка то не удалось совсем блай пытается выйти в хаткусти рабочих больше даже угла я вот зачем ручей достраивать было ручей минус танк плюс марики спустились все здесь убивает тиран вик легко достаточно но крип не выбил он пока брудлинге еще и марика сгрызли а один тут чудом выжил между прочим мари скан криптумора выбивается ну смотрите сколько криптуморов в итоге ваш это пошел тиран вик вот у два криптумора еще успел успел выбить чудом вот эти два в итоге крип отсюда спадет все и Наши войска Так Забань там кто кого Чем называет Кто там Называет Короче Я не хочу отвлекаться даже просто Меня это напрягает Просто на денек-другой Выпиливай сразу Прилетает Банша Минус 8 дронов 9 Улетает Тиранвик Для Блая это вообще очень серьезно Кстати вот если бы эти дроны не погибли Ситуация для Блая была бы нормальной Потому что у него третья ЦЦ Ставится у Блая Так здесь еще Криптумор Есть один Криптумор выжил Блая его распространяет Как только Тиран ушел Здесь третья ЦЦ Будет готова 1-1 пошли Грэйды Стимпак щиты пока не заказано Здесь Роуч приходит Здесь танки с Мариками Нужно аккуратнее быть ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА ОПУХЕЛЬ Грэйд АТАКОВАНА Голос какой-то странный Заказано арморе Сапплай блок Неприятный у Тиран Вика Конечно ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА Снизился у Блая Наоборот поднялся Сейчас ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА Сейчас ОПУХЕЛЬ АТАКОВАНА Сетворк Привет Привет всем ребят Кто недавно подключился Подошел Так Третья ЦЦ Не начинает добываться Во все Ну Блай кстати пытается Пытается как-то восстановиться Пытается сделать хайв Газа уже достаточно много Накоплено Ну 10 ручей Это как мне кажется Ошибочное решение Хотя Инфесторы Плюс Реведжеры Будет интересно Можно дропы принимать Хотя бы Вот Ну У Ультралов Прямо сразу взять и выйти Я думаю что Тиран Вик Конечно же не даст Блай Блай двигается вперед Сам видит то что ОПОНЕНТ его летит Тоже вперед К нему Крип сейчас выбьет Вижена Не будет в итоге Можно попытаться Микозом сейчас танки словить Танки ловят Микозом Так Юнитов тоже Микозом ловят Блай Принимает Роучи Реведжерами Тиран Вика Очень неплохо Но лимит Тиран Вика много становится Все равно Как с перебором У меня такое ощущение На крипе Можно догнать танки Можно забрать танки Что и делает Блай Сейчас Один танк в итоге выжил Тиран Вик отступает По лимиту Проседает Немножечко уже Блай просто Из каких то вообще Чудесных ситуаций Тащит Вот Спасибо тебе Яндек Все Отлично Призовой стал таким Каким должен быть И даже больше Договаривался я просто На 3000 А он уже 4300 Просто стал Спасибо всем ребят Большое Вот Яндек Тебе огромное Вообще спасибо Конечно же Бараков 5 штук Работает Две факты У Тиран Вика Он подстраивается Именно под билд Блая Под ровущий Реводжеров Для этого Нужно больше танков И грейды На танке Тоже делаются Блая уже готов Хайф Ультралис кевер Остается Он хочет выйти Ультралов Пошел Гробчик Урыв На мэй Неужели Прям Хайф Решил Фокусить Тиран Вик Нет Заметил Ультралис кевер Неприятно Так как 3 ультрала Заказано Но ультралис кевер Минус Нужно срочно Восстанавливать здание Потому что Без уникального Грейда Ультралы Не ультралы Сейчас Грузится Медивак Полетел Тиран Вик Еще в другом Направлении Харасить 2-2 Грейда Делаются 3-3 Тоже Наверное Закажет Скоро Есть у нас Дропщик Который С мэйна Ушел Который Выбил Ультралис кевер Отменяет Сейчас Четвертую Базу Блая Но тут Один Медивак Минус Сразу Улетает Чуть бы На секунду Пораньше Полетел Точнее попозже И в прям Фаерболл Б попал Медивак Здесь Двойной Дроп на третью Проход Здесь ультралисков Уже 3 штучки Есть Сразу же Тиран Вик На вторую Базу Смещается Сюда Юниты Так быстро Перебежать Не успеют Естественно В это время Четвертую Все-таки Добивает Тремя Мародерами И одновременно Какой-то выход Идет Но мимо Кассы Этот выход Идет И на крипе Этот выход Тоже видно Здесь ультрал Пошел Блай держится Молодцом Учитывая ситуацию Сейчас То есть У него еще Шансы Сохраняются До сих пор Здесь Так Минус 2 мародера Минус 3 Медивак Уводит Тиран Вик Но тут Юниты новые Пришли Посмотрите Ими можно Опять же Отменить Так Яндек Если слышишь Меня То пусть Там 66 на 33 Процента Поделят Как-то Ну Чтобы Было Как изначально Планировалось Из 3000 2 и 1 Ну Чтобы 2 трети В первому Месту В 1 Треть В втором Вот так Нужно Сделать Дропчик От Тирана Вика Блай Пятую Ставит 173 Лимита Тирана На 120 Зерга Но Блай Умудряется При этом Всем Держаться И Держаться Так Что Еще Не Просто В игре Находиться ГГ Не Писать А Держаться Так Что Еще Перспективы В развитии То есть Но Вот Это Вот Только Я Сказал Сразу Блай 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 Отменил Хату Свою А Минералы Блай Невероятно Важны Сейчас У Грейдам 2-2 В 2-2 Будет Грейды У Блай Достаточно Хорошие Тиран Вик Гастов Не Добавляет Одно Танки Плюс Либераторы Четвертую Цц Занял Танков Уже Ой Танков Много Сколько Давайте Посмотрим 8 Где-то Да 8 И Есть Визуально Больше Нету Потерянных Где-то Еще Затерянных Танков 2 Старпорта Работает 1 Без Реактора На Технику Воздушные Уже Грейды Делаются Так Здесь 5 Бараков 6 Там Нужно Бараков Добавить Тиранвику Как мне кажется Прес Какой-то Маленький Пятую Цц Уже Старит Тиранвик Скан Хотел Выбить Крип А тут И Блай Пришел Сейчас Как тут Минус Медивак Будет Сейчас Минус Малик Мародер Цц Тиранвик Сразу Отменяет Третий Армор Заказан Третий Так Почти Готов У Блая Уже 8 Карапторов Строются У него Есть Грейтер Спайр У него 157 Лимита Блай Просто На ровном Месте Вытаскивает Игру Вы помните Как было Вообще Там Банша Прилетело 9 Дронов Вначале Убило После Проваленного Блаем Причем Проваленного Проваленной Агрессии И Рабочих Было Чуть ли Не на десятку Меньше И 2 В 2 Базы Было И вот До какой Ситуации Эта игра Сейчас Дошла Ну здесь 3 атаки Есть уже Тиранвика Вторая Атака На воздух Делается У него Конечно Преимущество До сих пор Сохраняется Но Не гигантское Либераторы Тут уже Везде Летают Так Королевы Заходят В рейндж Либератора Ой Блай Не протранс Ютил Какой фейл Королеву С полной Энергией Потерял Но Тиранвик Либератора Не контроль В итоге Потеряет Здесь Какое-то Странное Забегание Идет Без медиваг Вообще Ну это Убивание Крипа Ценой Юнитов Своих же Куда Тиранвик Побежит Дальше Побежит На пятую Или здесь Юнитов Оставит Я не знаю Пока Оставил Здесь Ну и Блай Конечно Идет Их принимать Ультралы Очень быстро Это делают Третий Армор Скоро Будет Готов Почему Третий Коготь Блай Не заказывают Он Дешевле Чем Третий Армор Даже Тиранвик Пассив Сыграет На пятую Цешку Уходит Не хочет Вперед Ломиться В итоге Харас Наши войска Атакованы Месторождение Минералов Вырвало Улучшение Завершено Атакованы Опухоль Атакована Ну что С брудами Блай Приходит 200 Блай Практически Бруды Атакуют И Либератора Здесь практически Бесполезно Ребят Вравне Ско Брудов Минуснул Уже Тиранвик Ультралы Залезли В рейндж Атаки Либераторов Гастов Зато Заминусовали Падает Ультралов Очень много У Блая Лимиты 140 на 140 Одинаковые Почти Но есть еще Гасты До сих пор Так Гастов Злай Каста Сбивает Либераторы Складываются И пошли Вперед С двумя Атаками Против Блая Нулевого Воздуха Хараптеры Падают Хараптеры Падают Бруды Летят Бруды Разваливает Сейчас Тиранвик Даже Инфестоцерны По земле Не могут Зарешать Хараптеров Нужно Сплетить Сплит Нулевой Убивает Все Танки Разбирать С ультралами 136 На 85 Все-таки Зарешало Вот это Преимущество Которое По грейдам В итоге Дало преимущество Очень жесткое Тиранвику Ой как Уходит Медленно Куда вы Два Еще Минус Офигеть Успел Даже Принять Медленных Инфестеров Сейчас Тиранвик Блаевских Четыре Ультральщика Еще заказано У Блая Пятая У Тиранвика Тоже Пятая Рабочих У Тирана Все еще Даже Больше Чем У Зарешало Не знаю Почему Блайд До заказ Рабов Давным Давно Не сделал 11 Перед Всеми Этими Наломами Хотя У него 200 Было Но Тиранвик Что-то Запасивничал Ему Как-то Дропов Побольше Поагрессивнее Играть Один Только А Либератор Сейчас Прилетает На Пятую Базу Куда Дроны Переводятся Залетает И сейчас Можно Атаковать Будет И Кстати Ренч Либератор Может Сделал То есть Можно Халявно Издалека Пиу Пиу Это Делать Оп Посмотрите Что-то Там Система Наведения Сглючила Вы Видели Что-то За Линия Белая Была Он Пытался Куда-то Что-то Там Стрельнуть Первый Раз Такое В жизни Я Переразложился Ближе Сейчас Еще Рабы Блая Приезжают Куда Они Едут Блай За контроль Больше Контролить Негде Ничего Нет Блая Нечего Контролить Больше Здесь У нас Еще Один Либератор Прилетает С другой Стороны Абсолютно Здесь Блай Тоже Не Законтроливает Обратите Внимание Рабов Вообще Не Отводит Четыре Еще Минус Четырнадцать В общей сумме Пять Точнее Даже Минус Так Либератор Под спорку Попадает Нужно Да Вайперы Его Выманивают На себя Как Приманкой И спорку Убивают Спасибо Паш Тебе А Тебя Спасибо Большое Вот Надо было Мне Отписать Я думал У тебя Вообще Нет Я думал Там Янекс Сам Все Сделал Я бы И сам Мог бы Это Сделать Был Спасибо Всем Ребят 124 130 И Потери Со стороны Блая Ну Хотя 19 600 На 23 500 4к Разница Да Разница Не Большая Но Для Такой Игры Кажется Что Тиран Вообще Блая Разбирает В принципе Тиран Тоже Много Натерял Я бы Сказал Почти Одинаковые Потери Единственное Что Блая Не как Экономику Свою Не Восстановить Везде Либератор Его Харасит Сейчас Эксп Поставлю Вижена На карте Вообще Нет Практически У Тирана Вижена Больше Намного Даже Еще Дроны Погибают Блая Тут Не Увидит Что Ли Походу Караптеры Прилетели Наконец Выбивать 66 60 По Рабочим Еще Рабы Сюда Приезжают Здесь Добыча Есть Здесь Тоже Здесь Кончается Все Здесь Уже Кончилось Мейн Кончился Нужно Бо шестую Занимать Здесь Марик С тремя Атаками Либераторы Будут Сейчас Если Будет Битва По Воздуху Что Они Будут Делать С Этим Всем Это Просто Ну Это Жесть Будет Конечно Если Будет Бой Такой Еще Армор Тиран Вик Сразу Делает Почему Не Выходит Вперед Только Что Сам На Себя Стал Не Похож Тиран Вик Какой Черепаший Стиль Начался Очень Причем Жестко Черепаший Вообще Редко Видел Чтоб Он Так Играл Есть На СС Ванитар Орбитал Сиран Вик Добавляет СС Еще Одна Занял Все Респы Но Он Решил Макро Просто Занять Все Так Здесь Либератор Раскладывается Прям Очень Издалека Рабочие Просто Невероятной Скоростью Падают На Этой Базе Как Же Они Рабов Убивают Здесь Либератора Выбил Блай Этих Нужно Уводить Пока Не уводит Сиран Вик Отсюда Ничего Вот Сейчас Начинает Пуль-пуль Еще Делать Случайно Дрон Туда Заехал Вот Караптеры Прилетают Все Минус Либераторы Две Штуки Рано Блай Привез Рано Рано Рабочих Перевел В итоге Еще Четыре Потерял На Халяву В это Время Выход Марика Мародеры Но не более Того Либераторы Летают Тиран Вик Развернулся Улетает Вот Летит Уверсир Посмотрите Сейчас Тремя Атаками Офигеть Какой Дэмэдж По всем Юнитам Такой Проходит И это От двух Только Либераторов А если Их Много 17 Дронов Блай Запиливает Блай Всю Игру Рабочих Сейчас Строит Кстати Сколько 56 Рабочих Потерял Блай 11 Тиран Вик Армор На воздух Пошел Здесь 3-1 Грейды Уже Караптеры Залетают Нужно Ой Как Блай Сейчас Ошибается Что он Дерется Караптер Смотрите Что Что делают Либераторы С этими Юнитами Просто Снайпер Шоты Пошли Блай Куда Что Прилетел Тут Грейды Три Атаки Караптеры Все Слиты Офигеть Прилетел Че Хотел То Вообще Ну Почему Почему Надо Прокликивать Всегда Грейды Оппонента Нужно Че Было Чем То Зайти Прилететь Медленными Караптерами У Либераторов Скорость 4.72 Какая У Караптеров Не осталось Сейчас Будет У Караптера Скорость Значительно Меньше То есть Они Уйти То Не Могут Никак Плюс Микозом Где Вайперы Были Зеленку Надо Было Ставить На Либератор В куче Собрались Ой Позеленка Теран Вик Как Отдается Сейчас Сколько Дэмэджа Получил Либераторами Просто Немеренно Гасты Есть Танк Есть Био Есть 178 На 160 Так Гастами ЕМП Пошло Наверное Криптумер Хотел ЕМП Выбить Теран Вик Сбивает Снайпер Шоты Сейчас Мимо Мимо Прошли Сейчас ЕМП Расположился Тут Около Блая Да Есть Либераторов Количество Неслабое 10 Штук Но По земле Био Мало И Нет Медиваков Вообще Гастов Можно Сразу Отдать Нелепо Как Здесь Будет 167 168 Где До заказ У Теран Вик У него Просто Нет До заказа В данный Момент Нехоз По гастам Снайпер Шотов Значит Не будет Но Либераторы Выдают Нормально Но Не без Потери Блая Дерется Ультралы Все падает Здесь Вайперы Залетают Либераторы С вайперами Сразу Начинают Разговаривать По воздуху Караптеров Не осталось Но Лимиты Очень близки Но У Блая Запаса Нет Практически В отличие От Теран Вика У которого Запас Жесткий Еще Минус Бруды 123 131 Блая Наверх Куда-то там Ультралами Побежал Смещается Сейчас Сейчас У Теран Вика Еще Плюс 5 Либераторов Простите Снайпер Шот По Ультралу Очень Один По Земле То есть Грейжные Юниты Почти Все У Теран Здесь Забегание От Лайолингами Но Толку От него Нет Никакого Планетарка Очень Быстро Справляется С этим Забеганием Ну Теран Вик Решил Судя по всему Действовать Агрессивно Но Получая Деленку От Вайперов Нужно Сплетануть Либера Ой Здесь Как Жгут Друг Друг Они Жестко Конечно Кораптеры В итоге Все Разберут Но Даже Красные Либераторы Посмотрите Сколько Дэмэджа Кораптерам Нанесли По Земле Еще Тут Смех Какой Остается Просто Три Марика Гост Какой Там Два Мародера Что Это За Армия Это Такая Ублая 6 Ультралов 20 Лингов Заказано Запас Ресурсов Есть Некий Выход Пошел С Либера 7 7 Продакшн Продакшн По Либераторам 5 штук Это Действительно Много Но По Био Продакшна У Тиранвика Практически Нет В чем Проблема Здесь У нас Кораптер Разбирает Либератор Одного Сзади Летает Еще Либератор Но Они Зачем Против Земли Используются Хотя Против Земли Тоже Надо Конечно Ультралы Очень Вовремя Выходят У Лая Сминают Здесь Тиранвиков Армию Но Либераторы Живы Очень Долго Их Выбивать Приходится Гасты Снайпер Шотит Ультралы В итоге Все Разобрать Не Могут Хотя Вереница Вот Это Прирост Сейчас Может Быть Уничтожено Ультралами Всеми Если Тиранвик Как Не Среагирует Полетели Мулы Зачем Мулы А Ну Тиранвик Понял Что Выиграл Мулов Накидал Во все Направления А Лимит Это Равные Почти У Блая Нет Ресурс Запас Знаете У Блая Бас Снизу Много Вот Тебя Накидал Мулы А Блай Сейчас Возьмет Развернется И Вообще Все Нормально Будет У него Либераторы Тут Весь Мейн Перекрывают Мародера Марики Гоняют Сопрано Рус Ну Твоя версия Имеет Место Быть Но Я думаю Что Навряд Либер Может Тиранвик Решил Просто Блая Доказать Что Он Просто Супер Сильный И В Макро И Вообще Как Угодно Может Изи Выиграть Ну Посмотрим Ну Пока Блая 1-0 Ведет Но Здесь На Всех Базах Проблемы О которых Я Только Что Сказал Из-за Которого У Блая Не Так Все Печально Но Здесь Ничего Уже Не Остается И У Блая Действительно Все Печально Становится Либераторы Перераскладываются Просто Ад Какой-то 18 Штуках Что С Ними Делать Абсолютно Непонятно Грейды У них 3-3 Между Прочем Био Идет Просто На Муви Отдается Все Ну Что Пытается Теранвик Ловить Блая Ультрала Либераторы Раскладывают Что-то Долго Ультралы Сваливают Минус 2 Ультрала ГГ Печет Блайт Там Уже На 6 Часах База Была Ждем Следующую Карту Третью Третью Хорошая Игра Такая Получилась И Третья 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 Свал Третья Ну, какие-то группы постоянные случайно. А что за группа-то? Откуда она взялась? Так, зашел кто-то с тегом, как у Ревы. Кстати, это клан какой-то новый, что ли? Так, поехали. Владелец команды получается. Вот это, что ли, команда и получается владелец? Я чуть не понимаю. Ну что же, респект владельцу команды. Если у Теранвика, у Ревчика и у пацанов появляется команда, то меня такое только радовать может. Так, кстати, вопрос в том, что обидно ли в Лаве в принципе проигрывать, а все остальное абсолютно не важно. Потому что с Теранвика обидно проигрывать, то какая разница кому. Да, я тоже заметил это. Режим готов. Режим готов. Готовь! СМ готов! СМ готов! Так, судя по всему, опенинг через риперов. Да, три барака рипера, как в первой игре. Тиранвик играл, но в первой Блайза контрил Нидусом, это что? Так, прошла инфа, что кидают на бабки. Слушай, я не знаю, нужно это выяснять, как бы это, что там игроки и как вообще, могут, не могут, выяснить, не выяснить. Всё станет понятно. Действительно, без каких-то доказательств лучше об этом не говорить. Ну что, риперы летят вперёд, тиранвик не знал, где оппонент живёт, поэтому пришлось сюда лететь. Готовь. Держи! Трим positivity! Ельник поверь. Так, попробуй. Да! Тримати. 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 Криптумор Тиранвик отменяет Ублая Роуч Ворон Мув лингом скоро будет готов Но лингов почти столько, сколько риперов И королева уже первая отдала Что самое интересное Ой, какие проблемы здесь И королева вне крипа сейчас ублая находится Что за беда-то такая прям Линги пытаются риперов окружить Окружает Тиранвика Ужасный недоконтроль На ровном месте три рипера минус Мог вообще не терять ничего Взял, потерял трех Ну риперы все новые и новые прилетают Шесть ручей заказано Ну то, что три этих рипера потерял Тиранвик это очень плохо Потому что у него сразу как-то Может быть не ахти все Ну что, пока я не вижу никаких лейеров Ничего такого я не вижу Эволюшн очень подозрительный Видимо какие-то передропы Будет пытаться блая сделать Ну куда и как Вот это уже хороший вопрос Ручим пока они без муа дойдут Без крипа туда Это будет просто невероятное время Количество воройдет Тем более там уже мародеры пошли Ну не знаю Мне вообще-то кажется Что может как В первой игре блая нужно было С мувом масс лингами отбиваться А потом уже Выходить в нидус Например Сейчас нидус может быть бесполезной Практически Лингами пытается блая принять Тиранвика Но лингами не так-то просто Это сделать Риперы залетают На мейн Королеву сейчас Заминусует тиранвик Заминусовал королеву И одного дрончика Тоже минус Ну нужно сваливать Что тиранвика делает Еле Два рипера Полудохлые Еле ушли Один начал регениться Второй начнет Позже регениться Пурабам 29-38 Будем ждать нидус Куда там Гранатка Взрывается Все Продемеджил Мясо Ничего не убил Вообще В последнем врыве Там 8 лингов На мейн Прилетает тирану Блая их выгружает Стимпак Еще не готов ЦЦшка И прекрасно Видит тиранвик Что тут линги Врываются Уже как-то Развернуться Принять бой Ну 4-5 КСМ Блая Сгрежишь 6 Ну 6 Это все Пурабам Более-менее Ровная ситуация Но Вторая ццшка Это Третья Простите Ццшка Это гигантский Плюс к экономике Тирана Учитывая Что у Зерга Только Из технологии Только лейер Грейды вообще Отсутствуют И даже не делаются Пока Что будет делать Сейчас Блай Я не понимаю Третью хату Ставит Нужно Нужно с грейдами Подумать Если собирается Продолжать Играть Макро Выходить Видите Тираны Сейчас начнутся Выходы Очень опасные Один мародер Муфровую Чем делаешь Сперва Овера Морфиш И Дроп Если не хочу На мейн Может В будущем Какие-то Чиски Такие Появятся Даже Ранние Такие Не знаю С не раскачанных Второе Или чуть ли не Однобазовое Ну что Минусует Блай камни В это время Дроп К нему На мейн Прилетает Ну правда Один Всего лишь Медивак И правда Не готовые Еще щиты И не готовые 1-1 Грейды А могли бы Быть Со щитами Марики С 1-1 Можно было бы Убить Кстати Попытаться Даже Овер Минус Роу Еще Подходят Танчик Здесь Тоже Ездит Но Не Рассложен Ну Тут Достаточно Малейка Мародеров Если Даже Блай Захочет Забежать Но Блай Собирается Такое ощущение В 2 направления Забегать Ну что Тиран Вик Видит Блай Выход Минусует Минусует Выход Но здесь Роучи Очень Эффективно Врывается Со стороны Блая Бункер Не готов Здесь Нужно Достраивать Приходят Мародера Марики Сейчас Нужно Как-то Отбиваться Здесь У нас Только Марики Остались Несколько Штучек Против Роучи А туда Еще Мулы Летят Посмотрите Новейшие Короче Блай Сейчас Очень Неплохо Расшатал Оппонент Своего Между прочим На треть Не получится Танк Минус Танк Минус Совать Блая Не собирается Цц Теран Вик Поднимает 2-2 Грайды Делаются У Блая Две Атаки Уже У Блая Нераскачанная Третья Хата У Блая Сейчас Что-то Да По лимиту Вперед Вышел Но он Как-то Завис На этом Улыне Неужели Нет шансов Выйти В макро Там Четвертую Поставить Как-то Попытаться Раскладиться Мне кажется Шансы Есть Может Небольшие Как бы Но есть Пытаться Вот так Вот именно В лоб Добить Мне кажется Странным Очень Решением Заползает Теран Вик Видит Сенсор Тауэр Видит Танк Блая Нужно Танк Минус Нуть Так Частью Заползает На вторую Здесь У нас Ручи Не готовы Ворваться Пока Выкапывается На третий Блай Танк Минус На второй Выкапывается Какой развод Великолепный Идет 19 ксм Минус Здесь Блай сваливает 88 На 150 Уже Как Блай Что Блай Сотворил Как Он Эту Игру Тащит Просто Уже Фактически Проигранную Блай Просто Великолепная Демонстрирует Волю Победе Великолепную Не что-то Там Великолепное Неопределенное Нету Сканов У Теран Вика Посмотрите Без сканов Здесь все Уничтожается 8 ксм На 58 На 150 Лимита Сейчас Ситуация И очень Похожа На ГГ Туреток Мало Офигеть Вообще Перестимпатч Игру Теран Много ГГ Писать Не писать Его Дело Конечно Но На Турнирах Лучше Кэш Писать Ладаре Еще Ладно Просто Как Молодой Лев Блай Тряхнул Стариной Просто Показал Великолепнейший Уровень Разводок И вообще Всего 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 Молодец Молодец Продолжение следует... Так, Ева прыгает, булайнечка подшутил, но тиранвик нервный что-то у нас паренек, Ставрополь горяч, горяч! Продолжение следует... Ну, вы видите, тут немножечко подгоняется. Блай сам, на самом деле, подтраливает тиранвика. Не, ну, это его, конечно, дело, но... На официальных таких темах, как бы, не наладовали, лучше просто написать ГГ и успокоиться. Просто если у тебя горит, ты-то сам мулов кидаешь, как бы, то должен быть готов к ответной реакции с ТБМ, как бы, ну... То готов к ответке должен быть. Поэтому пригорать вообще не должно. Погодите, а какой счёт у нас вообще? Это четвёртая игра, вот такой вот у нас счёт. 2-1 в пользу Блая. Блая пул с мейна, кстати говоря. 2-1 в пользу Блая. Нет, ты была здесь не прав, здесь никто не прав. Вот, без ГГ на Ладаре выходить, это, я считаю, абсолютно нормально, что я сам так делаю. Ну, на турнире, как бы, на шоу-матче можно ГГ всё-таки написать. Но не суть вопроса тут, как бы, просто Блай сам бензинчик в огонь подливает, естественная реакция такая идёт. Вот, ну, поймёт потом тиранвик это всё. Что-то это мешает, на самом деле, самому мешать будет. Уровень высокий, нужно сконцентрироваться на повышении своего уровня, а не на чём-то ещё. Вот, ну, это, да, это больше психологический приём, это в стиле, как экс-буба, я рассказывал про муткую историю, там, не помню, с каким-то зергом играл, с нашим на каком-то ВСГ стиле 2007-е. Рассказывал, что, типа, законтрил чувака, говорит, я подхожу к нему перед игрой, говорю, а стрелок-то мне все твои репки слил. Типа, как вы тренились, и всё, говорит, у чела минус мораль сразу. Вот так вот. Так, шоу-матч официальный, ребят, всем привет. Народу у нас полтора ка людей, прям неожиданно. Короче, спасибо за внимание и, конечно же, за поддержку шоу-матча меня, моего канала. Так, ну что, пришли реводжеры. Харасадблай идёт, причём очень напряжённый. Минка выходит, минка копается. Нужно отойти немножко... Ой, минку не законтролил. Тиранвик, Мариков сейчас можно отдать просто-напросто. Нужно аккуратнее быть. Ну, ДП-шку-то это уже отдал, всё, здесь и даже и думать нечего. Короче, была однобазовая такой тема, и Тиранвика напрягает сейчас, что счёт может сейчас 3-1, между прочим, встать. И уже Тиранвик будет на грани поражения. Марики высовывают сейчас из бункера. Нужно КСМ-ками окружать реводжеров. Одного тут Тиранвик окружил немножечко. Одного подбрил. Нужно КСМ-ок отводить. Марики строятся уже теперь по одному. Есть Медивак. Медивак чуть не отдал, Тиранвик. Что ж ты делаешь-то? Вот после этого пригорать должно на самого себя. Конечно, такая отдача нелепая. Медивак минус, танк минус. Что-то... Ну вот, кстати, реально психологическая атака была. Сейчас удалась. И Тиранвик просто сливается в хлам сейчас. Просто в хлам сливается. Ну что, ждем продолжения мы. Так. Так. Продолжение следует... Так. Поехали. Продолжение следует... Нет, то, что происходило, это стопроцентные нервы. Потому что Медиваки, которые сами пролетают под фаерболами, танки, которые не спасают... Там отбиться было изи. Просто изи реально. Но из-за того, что Тиранвик пригорел, он очень криво начал контролить. Сейчас в конце это было видно. Просто реально видно. Просто реально видно. Создаю голосовалку, голосуем, кто победит. Но уже понятно, что Блай ближе к победе гораздо, чем Тиранвик. Что? Конечно. Что? Так. Ну что? Вот это очень сильно подозрительно, то что происходит со стороны Блая. Это может закончить выступление Тиранвика на этом шоу-матче. Но если он подготовится, то вот это на самом деле от Блая читаемое все действие. То есть он называется кует железо не отходя от кассы сейчас. Это элементарный момент. То есть он дал подгореть оппоненту и в итоге разбирает Руссо. Вот поэтому-поэтому подгорать нельзя. Несколько Роучи у Блая идут вперед. Это будут Реваджеры, кстати говоря. Тиранвик видит Роучи уже. И это, естественно, вызовет подозрение у него. На факте лаба нужно строить танк, что и делает Тиранвик. Видит то, что Роучи Блая идут вперед. Видит два Реваджера. Навряд ли уже, конечно, такой эффективный пуш, как в прошлой игре, получится. Но может получиться. Штука уже больше, чем штука там за второе место. Кстати, как-то криво там распределилось. Ну, не по процентам не так, как я хотел. Там, наверное, 70 на 30 у нас получается. Я хотел 66 на 33 примерно. Ну, не суть вопроса. Здесь танк вышел сверху. Реваджеры уже Блая отдаются. Танк в Сидже. Так, Мариков нужно в бункер посадить. Танк хорошо сейчас Сидже настреливает. Нужно... Так. Ну, Реваджеры ушли дальше. Нужно из-под фаербулов выйти Мариков в бункер. Вот опять тоже вот это все. Прямо посмотрите, какой контроль ужасный пошел. Нужно в бункер Мариков сажать, конечно. Тиранвик очень много ошибок делает из-за того, что тогда... Ход Гурейлов немножечко. Ну, что, здесь лаба на Старпорте. Плюс два барака. Отбился Тиранвик достаточно хорошо. Хорошо, что Риппер вот здесь у Троуч сверху спустился. Даже не видя реваджеров Риппером Тиранвик спалил все. Попытка прохарасить танком. Блай ее просто двумя королевами очень быстро законтрил эту попытку. Ну, и ничего особо здесь и не сделать больше. Летает Тиранвик. Да вот сюда куда-нибудь прилететь. Может, Мэйн там прохарасить, я не знаю. Минус Медивак. Тиранвик отдает и Медивак, и танк. Вот что значит. Попытка забрать Королеву. Ну, хоть Королеву законтролил Тиранвик, и то хорошо. Попытался рабочего забрать. Не забрал. 57-66 по лимиту. Рабочие вот в это время... Нет, рабочие строятся один. Сейчас еще один будет заказан. Мулы летят. Банша тоже летит вперед. Плюс бараки еще добавляются. На Старпор реактор пока не делается. Инженерка тоже поздняя. Так. Тиранвик был готов играть с Блайем. И с Ревой готов играть был. Но Рева отказался с ним играть, потому что... Призовой маленький. Он сказал так. Так. Что-то пришел. Прилетают Банши. Две штуки уже Банши прилетают. Здесь Роучи забегают по всем направлениям. Тут на третью, на вторую. А дома-то чем отбиваться Блайем? Харас в итоге заходит. Где Королева всего-то? Королевы где-то на Мэйне там ходили. Две Банши против трех Королев дерутся. Это по... Ну вот, это ошибка, конечно, была от Тиранвика. Одну Баншу отдал, одну и улетел. Марики в бункере сидят. Три штуки в количестве. Еще одна депошка шла. По рабочим очень-очень близкая ситуация. Так. Пошел выход. Ой-ой-ой. Накрывается один медивак сейчас фаербулами. Но Тиранвик все равно давит сейчас. Прошу прощения, что отвлекся ненадолго. И кажется, давит успешно. Есть плюс один у Блайя по нулям. 1-1 пока не готово. То есть это двухбазовая такая тема, получается. Двухбазовый пуш. И он достаточно удачно заходит сейчас. Мародеров очень много в миксе. Поэтому Роуч очень быстро погибает. Оверы погибают. 104 на 95 по лимиту. Подходит все больше и больше юнитов. Вайнфест Рублай есть. Хороший Микос пошел. Раз Микос. Второй Микос тоже заходит. Очень неплохо. И, кстати, если Тиранвик сольет всю свою армию вот эту, учитывая, что это был УЛН, ничего хорошего ему не светит сейчас. Потому что у Блайя рабочих столько же. Ему базу просто нужно восстановить. И у него все может еще быть нормально. Главное, лезть сейчас не надо. Хотя, хотя лимит много, но да и ЦЦшкой может перелететь. Но там Овер, кстати, блочит очень неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фокус танка Танк снизу достает Еле-еле сейчас вот по краю Теранвик там инфесторов фокусит Еще есть 3 инфестора Их не получилось отфокусить Но тут только инфестор терный Все-таки додавил в итоге Все-таки додавил Это был чистый улыб Но после того, что сделал Блай Теранвик очень криво Как-то отбивался Но в итоге все-таки отбился Получилось дожать Полетели мулы ГГ пишет Блай Ну что же 3-2 Все-таки одну карту Теранвик Отбил сейчас Теранвик 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 Так, террасы приона у нас, карта, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Тиранвика узнаем. Погнали. Гибердидидж Лексю, привет. Я не знаю, договорняк. Судя по тому, что вы видели в чате, Тиранвику и Блаю было бы сложно при всем желании договориться пополам, например, бы этот призовой запилить. Вот, призовой 3.14 и 1.300 практически вот так вот у нас распределился. Ну что, ребятки, отыграл одну карту Тиранвик. Счет 3-2 в пользу Блая до сих пор. Очень жестко Блай прочизил оппонента своего там с одной базы с двух. Но, играя с Блаем, не нужно пригорать, а нужно готовиться к чизам таким просто. И все, нужно принимать. Счет 3-2 в пользу Блай. Счет 3-2 в пользу Блай. Сриперов не играть больше. Пошла вторая цешка у Блая. Хат, стандартная, 17-ая, пулгаз. Или газ, пулгаз. Ой, какие мисклики от Блая. Ё-моё. Бываю, что Блай занервничал, что ли, или что. ПМ-144, там 330. Ну, это случайно. Ну, такое бывает у всех игроков. Мне кажется, даже у Мару и у таких, ну, любых игроков, которые много играют, хотя бы раз в жизни, он такой косяк был, что ты рабов случайно вот так вот кликаешь на одну точку. Вот так что, это нормально. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что, особенно, кто сам играет. Ну, у кого-то, может, и не было, никакая не знаю. Всякое может быть. Но, навряд ли, кто в статистику ведет, сыграв там несколько десятков тысяч, может, игр. Хотя несколько десятков тысяч, это за несколько лет, наверное, прогеймеры только отыгрывают столько. В чатике расскажут тебе, кто отказался и почему. Я пока не буду. Ну, что, подозрительно ранний лейер у Блая. Мне почему-то кажется, что это может быть Нидус с его стороны. Вот, ну, не факт, конечно. Ну, что-то, в последнее время, кроме как для этих целей, я редко видел, чтобы лейер делался в такую раннюю особенно. Здесь у нас реактор на Факте под Старпорт Лаба строится. Тайминг Старпорта очень хороший, я вам скажу. То есть, при всем желании, там, наверное, Блая проатаковать Банша там уже будет. Как-то медленно Теранвик перелетает, очень медленно. Так, здесь спа... О, нет, нет, обратите внимание, я был неправ. Я был абсолютно неправ. Третий Теранвик. Инженерки пока нет и не предвидится. Очень это опасно сейчас получается для него, так как... Ну, он просто не готов в данный момент. Есть Криптумор снизу, есть сверху Криптумор. Хочет заказать сейчас Теранвик Аблай третью на золоте. Теранвик пытается ломиться на хай-граунде. Здесь линги хорошо встречают гелионов. И Королеву еще очень сильно отвлекает. То есть, только фокусом можно как-то в ряд этих лингов убивать. Свола 30к. Ну, это серьезное количество. 30к, нифига себе. Мне кажется, я столько не... Ну, хотя нет, если брать первое Старкрафт и все-все-все, я даже боюсь представить, сколько там. Ну, нет, что-то очень много 30к. В году 365 дней. Если по 10 игр в году играть, то это 3650 получается. 30к это почти 10 лет надо. Почти 10 лет по 10 игр играть. Лет 8 где-то. Это реально много. Ну что, мутка летит вперед к Теранвику. Готов ли он? Ответ отрицательный. У него всего-то там 5 мариков. Бараки пошли. Ну, новые марики строятся. Сейчас еще будут марики. Два реактора уже работают. Танки строятся. Вот сейчас мариков больше становится. Но муталисков летит. 8 еще строится. Мутка залетает со стороны Блая сейчас. На мейн нужно строить. Туретки срочно. Рабочих у Терана даже больше, чем у Зерга. Марики выходят прямо под муту. Нужно брать все-все-все. Нужно чем-то отбивать. А как ты отобьешь такое количество муталисков? Марики без щитов. Блая, правда, не агрится. Где же Туретки-то? Вот Туретки на лейн. На второй-то базе Туретки почему не строишь? Ну, Теранвик. О, дает. Туретка поздняя очень пошла. Конечно, мутка сейчас сместится на вторую базу. Обсюдно очевидно. И момент. Два муталиска. Бункер пытаются убить. Один маленький туда садится. Прогоняет Теранвик Блая. Потери по рабам уже 17-18. Но, как ни странно, потери гигантские. Но пока не катастрофические. Почему? Потому что преимущество по экономике было ну очень серьезно. Одного муталиска Теранвик на подконтроле как забрал. Блая забирает танк. Но скоро будет 1-1. Плюс темпак, каков либераторы вылетают с либераторами. Ой, как хорошо они тут выдают того муталиском. Просто выписывают ракеток. Муталиски улетают. Сейчас Блая. Блай тут свитчет. Муталиск пытается либераторов расконтролить в ответку Теранвику. Но не так. Ну, либераторов расконтролил Блай. Красавчик. Муталиски все новое-новое подлетают. Но марики уже с щитами. Часть мариков на стиме подбегает. Зря стимпакт спалил Теранвик. Можно было как-то... Как-то Блая попытаться убить. Сейчас. Полетел медивак дропаться. Здесь муталиски пытаются прохарасить. Не так просто это сделать. Тут у Туречка стоит 37-55 по рабочим. Но лимит от Теранвика до сих пор чуток даже больше. Армори около инженеров пошло. Армори сейчас будет выбито. Как же Блай сейчас Теранвика разводит? Ну, на ровном месте. Ну, встань ты юнитами на месте. Часть мариков. Ну, сплитануть нужно, конечно. Здесь марики на золото вырываются к Блаю. Королева падает. Рабочие тоже под ударом. У рабочих всего пару погибает. Уверсира подрезает Теранвик. Ну, конечно, да, что самое ценное есть. Все подрезал. Нужно улетать. Передроп на мейн пошел. Марики уже со щитами. Нужен ли этот передроп на мейн? Тут еще два марика почему-то сидят в медиваке. Теранвик заходит. Королева падает сейчас. Естественно, сразу рабочие падают. Четыре на фокусилу. Еще неплохо. Мутка прилетает. Но мариков пять против четырех муталисков. И можно попытаться выбить. Дропается. Медивак стоит на месте и лечит мариков. То есть это, кстати, очень важно. Против мутки дропаться на месте, а не лететь вперед. Тогда будет лечение. Опять теранвик на золото врывается. Фокус дрона номер один. Фокус дрона номер два. Три. Дрона убил. И улетает. 46-46. Парабам. Сам спустился на золото в это время. Мультитаз демонстрируется. Пять бараков работает. Второй армор пошел на атаку. Видимо, газа не хватило. Или что-то не заказывает. Туре. Вот, смотрите, сколько пристроек. Хотя муталиски кончились. И теранвик, я так понимаю, сейчас понял, что больше муталисков мастить Блай не собирается. Но вот здесь марики против ровущей реводжеров. Мариков не так уж много. Нужно отступать. Мародер все лишь один. Нужно больше медиваков. Так, либератор ставит атаку сюда. Минус либератор моментально. Но он хоть время протянул. Нужно биться с КСМами. Конечно же, сейчас теранвику против Блая-2 медивака. Ну как ты не контролишь, что так медиваки? Теранвик. Постоянно замещаем. Медиваки куда-то сливаются просто в пламну. По боевому лимиту в плюсе. Обходит сейчас фаербулы реводжеровские. Продолжает убивать Блая-юнитов теранвик. Танк здесь законтролил. Но фаербул по нему попал. Куда же ты столько стимпатчишься? У тебя лечения нету. Без танка дерется сейчас. Это такой фейл. Ну видишь, что я вот... Раньше в первом Старкрафте, когда я был молодой, АПМ-300 был там плюс. Сам переконтроливал в минус. То есть сейчас примерно то же самое и делает и теранвик. То есть это идет переконтроль в минус уже себе. То есть нужно успокоиться. Хладнокровнее все делает. Так, секундочку. Ребят, Блай. Приходит на золото. Я сейчас перезвоню скоро. Ну теранвик встречает его на золоте сейчас. Вместе с танком отбиваются. Ну зачем дальше-то лезть? Вот танк-то здесь есть. Куда ты прережешь-то? Вот хорайся. 2-2 грейды делаются. А, Роучи хочет. Фокусит Роучи. Теранвик все тут сказать. Танк еще один готов. Ну нужно его рассидеть сейчас. Отошел немножко назад. 92-137. У Блая уже четвертая хата. Вот Блай не пытается... С его экономикой с Блая. Хотя, посмотрите, здесь на второй вообще рабочих нет. То есть Блай на золоте только добывает. С его экономикой будет. Вот сейчас просто до заказ рабов вот сюда. Инфестейшн Хайв. Там в эволюшенных грейды еще. И можно выходить спокойно. Абсолютно просто в ультралов бы было. Так, Теранвик что-то стимпачится. Пытается Овера подрезать. Ну подрежет Овера. Ценой стимпака Мариков. Ну ничего страшного. Медиваки строятся. Новые танки новые строятся. Два мародера. Пять Мариков в продакшне. В данный момент 116 лимит на 158 Блая. По Грайдам явное преимущество на стороне Терана. 2-2 в 0-2 Блая. Роучий, но очень много. Прошел сканы. Блай понял, куда дроп сейчас полетел. Еще один дроп как-то в наглую через центр. Здесь уже крип прямо практически около Теранвика база. 3-3 заказывается. Но блин, до 3-3 можно ведь и отдаться. Здесь медивак залетает. Блай собирается его контрить. Но в это время врыв идет, посмотрите куда. А здесь абсолютно ничего нету сейчас. Скорку подрезает Теранвик. Нужно дронов подрезать тоже. Блай разворачивается, уходит назад. Да какой фокус хат, это тут 1 дроп всего без мародеров. Можно было всех рабочих убить, если бы хату не фокусил. Практически 10 дронов минус. Здесь тоже Теранвик дропнулся. Еще убирает рабочих несколько здесь. По лимиту разница 40. По боевому я имею ввиду. По грейдам в плюсе. Теран я уже об этом сказал. Здесь мародеры, марики с королевами бьются. Блай трансфюзы не используют. Ошибка очень большая. Но так, марик, кстати, и королевы. Дэмор сколько на них? 4. Марик опять на золото врывается. Теранвик двумя смешными дропами. Где 3 юнита сидит. Блай держит просто на базе дома. В это время лимит Терана восполняется. Естественно, и грейды делаются. Все гораздо лучше становится. У Блая, правда, тоже сейчас армор один будет. Но, естественно, естественно, невыгодно сейчас было для Блая так вот гоняться. Потому что мог он проатаковать давным-давно. Там где-то 180 своего лимита в 130. Там, я не знаю. А то и в 120 Теранвика. А сейчас уже... Да, даже в 120, не в 130. Потому что сейчас 145 уже на 190. Так, марики. Если Теранвик дождется 3-3, это будет вообще для Блая развал. Все, рабочих осталось 38 на 50. 149 по лимиту. 160 боевого Блая на 99 Теранвика. Все, он фактически улынить собрался. Так, здесь какие-то врывы, роучи непонятно идут. Роучи выкапываются прямо под танками. Сейчас Теранвика. Блай идет вперед. Юнитов очень много. Танки спускаются сверху, снизу, отовсюду. Мародеры, марики стоят в стеной. Танки демэш гигантский наносит к фронту. Теранвик хороший. Лимита больше стало. И Блай приходит, отдается сейчас в лоб просто. Теранвик про фаербулом бежит. Куда же ты прешь сейчас? Куда же ты прешь? Ну что, роучи минус. Медиваков 9 штук. 3-3 грейды будет готово. Буквально через 15 секунд базы все кончились у Теранвика. Практически нужно новые сейчас ставить. Кто-то на золото сюда лететь. Или я не знаю, куда-то нужно лететь. Лимита больше, чем у Блая. Будет ли дожимать? Вопрос хороший, актуальный пока. Но нужно, нужно дожимать. Иначе печально. Другое золото переселяется. Теранвик сейчас, обратите внимание. Теранвик идет вперед. Ловит уже Блая. 3-3 грейды готово. По фаербулам ходит только дай. У реводжеров тут очень много фаербулов. Будет бесконечно. Нужно предельно внимательным Теранвику быть. Здесь у нас роуч копается. Блая не дает сесть в СС. Нужно отойти. Либо выбить этого роуча сейчас. Либо уже идти вперед. Фактически улынить. Теранвик предпочитает выбить роуча дома. Он, кстати, с подземным умом. Поэтому может из рейнджа скана уползти. Это будет фейл. Нет, из рейнджа скана не уполз. СС нужно сажать. СС садится. Еще несколько роучей заползает со стороны Блая сюда. Теранвик их не видит. Вот они в рейндж туретке. Сами вползли сейчас. Отдались. Еще несколько роучей есть. Но Теранвик не сканет. Ему где-то здесь по центру бы. Еще бы ту речку запилить было бы замечательно. Ну что, на золоте Теранвик освоился. Два мародера посадил здесь бункера и танк. Один оставил троущего капу. От танка сразу получают жесткий выстрел. Вне рейнджа мародеров танк фейл. Вот куда надо ставить его было. Стимпак на мародеров. Куда побежали? Через эвку Теранвик забирает. Все сейчас. Ишь простимпачил здесь юнитов. Через эвку всех. Мародеры от роучей убежали. В итоге медиваки сбиты фаерболами реведжеров. Но слишком много здесь лимита. 120 на 150. Грейды значительно лучше. Роучи унижают. Просто рабов в это время. Вот почему через эвку нужно отучаться, контролить часто. Всегда практически. Иначе будут такие ситуации происходить. Вот два мародера сюда бегут. Теранвик понимает, что нужно как-то отбивать. Стимпак заходит сейчас на хайграунд золото. А что сюда вот на вторую не зайти? Хотя там инфестеры стоят. Там так можно было бы зайти, что просто развалился бы. Мародеров в миксе очень много. Прошу прощения. Случайно на карту нажал. 25, ёмого мародеров. Роучи больше, чем... Больше, чем роучи. Прошу прощения. Мародеров. Это очень опасно. И теранвика идет дальше. Он сканет. Видишь, тут здесь база есть. Проходит дальше. Танки дробуются. Блай должен ее, обязан отбивать с инфесторами. Сейчас, иначе беда. Кидает мимо основной армии микос. Может быть, сейчас попадет. Я не знаю. 162 на 101. Блай не сдается пока. Пытается контратаковать. Может быть, роучи реводжерами как-то там с фаербола кастами попытаться вытащить. Фокус танка здесь с теранвиком дерется. Но очень много бива приходит сзади. Роучи мне нужно уйти сейчас. Два уползают. Остальные уходят на подземном муве. Возвращается теранвик по разным направлениям. Сейчас что-то армия вся разделена по частям. Ну, блая добычи нет. Здесь, конечно, он попытается что-то сделать. Но уже, я так полагаю, ничего и не сделать будет. Скан роучи ловит сейчас теранвик. 165 на 80 по лимиту. Может быть, блая имеет смысл не в роучи реводжеров играть. Они уже всем приелись. Может, сыграть стандартно как-нибудь в био. Нормально. Так, здесь хастуют реводжеры хорошо, как разбирает теранвик и лимит. Разбирает блая лимит теранвика. Но это раньше нужно было делать с более хорошей экономикой. Здесь слишком много терана уже осталось. Посмотрите. Поэтому здесь, ну, никак не затащить. То есть, если было бы хоть лимита вровень у блая, а не меньше, тогда еще ладно. Ведь здесь же преимущество по грейдам. Причем серьезно. Перестимпачился теранвик так, что в 9 медиваках и нетгер кончилось. С 9 юнит и все жутейшие ходят. Тимпачится теранвик. ГГ пишет блай. А матч-то получился. Напряженная нам решающая карта потребуется. Сейчас. А поэму блая, как возрос к концу. Посмотрите. 288 на 316. Так, какая у нас карта осталась? Я даже хз. Дальше. ПодEmц... ПодEmц... Теранвик. Подемц... Смотрите. Попробуем. Подемц... Продолжение следует... 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 Так, все, все готовы... Я позвонил, ребят... Прошу прощения, нужно было позвонить... Ну, передохнули все пару минут... И продолжаем... Продолжение следует... Так... Так, привет, Ворин... У вас сейчас часть... У вас сейчас часть... И руины серия... И руины серия... Гигантская карта... Сейчас... ТСМ готов... ТСМ готов... Ну да... Ну да, вы видели там... Свой... Свой игровой план... С кем-то... С кем-то еще... Случайно мне написал... Ублай мог увидеть... Ну что, ребят... Говорит Ворин, что сейчас... Идет внутриклановый турнир... В команде Каскад... Там Кас играет... С комплейном... И Минато будет с кем-то... С победителем играть... То есть, мы... Сейчас можем постримить... Еще наших... СНГшного Старкрафта... Немножечко... Так что, я думаю, что я не буду... Стопать стрим... Все равно завтра стрим будет недолгий... Я в 4 часа уже примерно уйду... Ну, хотя зависит от GSL... Если оно будет, то я уйду в конце GSL... Но не больше... GSL я буду стримить... То есть, вечером меня не будет завтра... Ну, это послезавтра уже стрим тоже точно будет... Здесь у нас реперочек летает... Лингов сейчас найдет... Обязательно и уничтожит... Если найдет, конечно... Но Блай... А! Блай спалил... Посмотрите, как грамотно... Наверное, спалил... Понял направление движения... Оббежал... Сейчас вероятное... Вот это направление... И был абсолютно прав... Выдвигается к оппоненту... А в это время... Посмотрите, что у нас на мэне здесь творится... Вот это да... И реперам здесь очень тяжело на мэн попасть... Вот разве что вот отсюда... Прыг сюда и прыг сюда... Но... Обычно реперам сейчас просто харасит... Не используют его для того, чтобы там... Врываться на мэн... Ну что, очень похоже на какие-то Нидусы со стороны Блая... Либо как вот он ставил в другой игре... Ну хотя нет... Гасса всего два... И... Да, посмотрите... Посмотрите... Ну а... Вот что Вижена-то еще пока не будет... Ну, кстати... Уже скоро и Вижен прилетит сюда... Здесь четыре линга у нас подбегают... Ну... Два гильончика сейчас будут готовы... Линги где-то тут... А, вот они снизу стоят нелепо... Забегая... Тиранвик... Блай, простите, к Тиранвику... Тиранвик не реагирует... Лингов не заметил... Только сейчас заметил... Кстати, они еще и гильонов здесь накусали... Чертяги линги... Вот наверх один ушел... Не заметил, что Тиранвик сюда... Вот среагировал, заметил... Слив информации для Блая... Что, типа, вот я так сыграю... На самом деле, так не сыграю... Не знаю, слив не слив... Но, посмотрите... У Блая сейчас через 12 секунд Нидус будет готов... У Тиранвика танк будет только через 16 готов... Либератор сразу пошел... А зачем было строить лабу здесь, чтобы Либератора заказать? Я просто физически не понимаю... Вот Нидус заметил Тиранвик... Посмотрите, ты видел Нидус... Готовься же к Нидусу дома... Скорее, дружочек... Выводи все сюда... Танк готов... Танк выходит криво... Сейчас сиджится надо... Где-то далеко... Сиджится... Где-то не так далеко... Тиранвик... Нужно Мариков отводить... Нужно КСМ-ок выводить... Что ж такое... Тиранвик... Что ж ты так долго-то реагируешь... Дал всему на мейн вылезти просто... Ё-моё... Всем юнитам Блая дал вылезти на мейн... Танк, конечно, гигантский дэмэдж наносит... Пытаются подойти... Но подойти не так просто... Дэмэджа на получал очень много... Тиранвик делает... Либераторов... Сидж ставит... Но... Ё-моё... Королевы сразу зафокутили... Еще один танк выходит... 28 на... 58 по лимиту... Какая дичь, ребята... Это 4-3 Блай... 4-3 Блай... Очень напряженная игра... ПРО ВАЛЬОНС... ПРО ВАЛЬОНС... 29 пою Hai... ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 10 respondent 13zyenn' 14 16 сейчас я сделаю стоп старт чтобы запись отделить эту